всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду сегодня в меню у нас опять представители французской кухни опять яркий опять крестьянский бэв болгиньон круто звучит в переводе все значительно проще говядина по-бургундски рецепт этот родился в те времена когда о мраморной говядине никто и слыхом не слыхивал мягкое мясо доставал столько богатым французам а крестьянам если когда и попадала на стол мясо то такое которое без риска посетить стоматолога есть не приходится а стоматологи в те времена были такие достаточно страшноватый как правило был кузнец с кузнечными клещами вот и получился бургундцев такой рецепт он кстати отлично подходит для дичи лосять он может так приготовить песчо как водится у такого простецкого народного блюда есть множество разновидностей давайте я основные моменты перечислил который нам позволит в будущее варева однозначно идентифицировать как б бургиньон и так мясо говядина режет ее крупно кубики сантиметров по пять а то и крупнее потому что тушить их надо долго второй момент красное сухое вино в бургундии естественно используют бургундское на самом деле это абсолютно неважно самый лучший сомелье после вот этих вот полутора то двух и трех часов тушения в жизни не отличит бургундское там лоза прованс или вообще долину луары третий момент наличие в блюде лука моркови крупно нарезанных грибов и соленой свиной грудинки и четвертый насыщенный мясной бульон чаще всего говяжий ну иногда бывает и куриный конечно собственно все поехали нарезаю мясо крупными кусками если у вас мясо очень жестко то после нарезки можно вообще в вине замариновать на ночь или даже на сутки в этом случае нарезайте мясо заливайте его красным сухим вином добавляете нарезанный лук морковь можно парочку гвоздиков гвоздики и парочку лавровых листочков бросить и убираете все холодильник если будете готовить таким макаром лосятину то маринование практически обязательно но на следующий день мясо вытаскиваете и готовите также как и не маринованные теперь его надо подрумянить на смеси сливочного и оливкового масел оливковая в этом случае не рафинированная то есть extra virgin короче стандартный французский прием если мясо вы мариновали то перед обжаркой его нужно обязательно обсушить салфетками чтобы она именно обжаривалась не тушилась не надо вываливать на сковородку сразу все мясо что у вас есть масло мгновенно остынет и вместо подрумянивания мясо даст сок в результате мясо начнет тушиться сразу же соль и черный перец а нам на этом этапе нужно получить поджаристые снаружи поджаристые кусочки подрумянились слегка посыпаем мукой она увеличит количество продуктов реакции майяра короче из муки они лучше снаружи поджарится ну и соус мука сгустит конечно как только подрумянились со всех сторон перекладывайте в кастрюлю с толстым дном а лучше в чугунок или утятницу вторую партию мяса отправляю на ту же самую сковородку сам займусь нарезкой лука я взял красный сладкий но это не важно нарезая кубиком среднего размера про мясо не забываем красивые муки немного естественно соли и перца и чеснока надо нарезать слегка его порублю тут мельчить смысла нет при долгом тушении все равно расползется в такую кашу что и не разглядишь где что так мясо в кастрюлю видите на дне после обжарки появился такой благородный нагар если сразу сейчас выложить лук то он скорее всего начнет гореть поэтому я добавлю немного вина чтобы деглазировать отлично это все станет основой великолепнейшего соуса еще немного оливкового масла и сюда отправляется лук перемешаю сразу же чеснок вино уже дала такой потрясный аромат жалко что интернет не передает запахов а можете хорошо сейчас там на слюну и зашли пусть поджаривается надо чтобы луковые сахара слегка начали кармелизовываться к мясу в кастрюлю уже отправляется красное сухое вино и бульон и включаем нагрев пусть начинает тушиться если мясо вы предварительно мариновали то заливать сейчас нужно не свежим вином из бутылочки а именно тем маринадом совсем содержимым с морковью с травками все что есть сразу сюда лейте ну и бульон конечно тоже нужен надо довести до кипения затем убавить огонь чтобы не было сильно убавления я нарезаю морковь среднего размера кусочками лук не забывайте это сгорит уже наверное можно его выкладывать к мясу и морковь сюда же если вам попадется совсем мелкая морковка ее можно вообще целиком положить это добавит красочность блюду так сниму шкурку соленой грудинки можно конечно использовать и копченую но на мой вкус аромат дыма в данном блюде будет лишним хотя конечно решайте сами шкурку вяжу шпагатом чтобы проще было удалить ее потом из кастрюли и сверну букет гарни в него у меня пойдут зеленые части лука порея стебли петрушки парочка веточек тимьяна лавровый лист обвязываю шпагатом и отправлю вместе со свиной шкуркой в кастрюлю все пусть сушится долго насколько долго будет зависеть от того какое мясо вы использовали это может занять и полтора часа и два и даже три готовить нужно до тех пор пока мясо не станет идеально мягким примерно за 20 минут за полчаса до окончания готовки я займусь гарниром блюдо французское поэтому гарнир тоже будет очень даже французский ждем мясо уже практически готово надо завершить приготовление хочу заметить что практически всегда на заключительных этапах минут за 20 до готовности в блюдо добавляют нарезанную и слегка обжаренную свиной грудинку также всегда но по крайней мере я исключение не видел добавляют грибов крупно порезанных четвертинками как правило шампиньонов их можно слегка поджарить а можно сырыми в кастрюлю к мясу отправиться и практически всегда добавляют лук-шалот он не такой резкий вкус имеет как обычный репчатый но если у вас его нет можно использовать лук-сениц разве что чуть дольше его обжаривать ну не 10 минут как шалота 15-20 минут пусть слегка обжарится все а гарнир у меня будет составной ну а вы можете не заморачиваться просто картохи отварить или риса или вообще макарон это кстати картошку тоже варится отправил а сам займусь фенхелем нравится мне в качестве такой вкусовой ароматической добавки разрежу его на четвертинки вот так для ускорения готовки его можно сначала отварить 35 минут не больше а можно и не отваривать можно сразу отправить на сковородку и чуть-чуть поджарить но тогда конечно резать нужно не четвертинками а гораздо мельче а грибы с луком и грудинкой уже можно к мясу отправлять вот так эти свиную шкурку и букет гарни уже удаляем старательно перемешиваю и досаливаю мясо то конечно солил но явно недостаточно на фенхель уже можно переложить сковороду чтобы слегка подрумянить самую малость и для красоты и аромата сюда же отправляю вот этих мелких симпатичных красавцев это обычный сладкий перец только очень мелкий но красивый вчера встретил в магазине и не удержался дорогой он сволочь раз в два дороже обычного ничего не сделаешь чтобы вам было приятнее на экран смотреть что там у нас кстати с солью и перцем с солью нормально а вот сахар и перца добавлю морковь и лук недостаточно сладкие были но перец вообще никогда не помешает а картошка меж тем уже сварилась собственно говоря все готово можно сервировать сначала конечно саму говядину с соусом ой красивая илья такой голодный а теперь гарнирчик картошка перец вот так фенхель ну и завершающий штрих немного петрушки совсем немного ну что скажете сколько бы в ресторане за такую тарелочку отдали естественно все вы сейчас ждете рассказов о вкусе мяса не буду долго вас заставлять ждать вместе с соусом обалденный способ приготовления мяса нежнейшие просто нежнейшие соус совершенно сумасшедшей насыщенности классно кстати в качестве бульона для приготовления этого блюда я рекомендую вам использовать доми глаз я у него показывал ссылки в конце этого ролика повешу хоть куриный хоть и из говяжьих костей только здесь нужно будет развести его водой а не просто не просто сразу всю эту банку с доми глазом плюхать очень вам рекомендую обожаю такие вот крестьянские блюда у них практически невозможно портачить а результат посрамит многие выкрутасы ресторанов с большим количеством мишленских звезд спасибо за компанию всем пока а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»